Не придется ли детям голодать? На выходных в социальных сетях появилась информация о том, что у компании ProService Таймыр монополистов в сфере школьного питания арестованы щита. Эти сообщения, естественно, взбудоражили большинство родителей. Городские власти прокомментировать ситуацию на камеру пообещали во вторник. Зато сам ProService прятаться не стал. Мы пообщались с руководством фирмы и сейчас разложим ситуацию по полочкам. Вот, собственно, постановление арбитражного суда Москвы, в котором фигурирует сумма примерно в 33,5 миллиона рублей, которые взыскали с ProService. В компании признают, деньги действительно были заморожены из-за банкротства банка, услугами которого пользовалась фирма. Но ее руководство заверяет, на работе столовых это не скажется. Оборотных средств хватает. Гуляют в интернете и информация о том, что перед Новым годом из-за финансовых трудностей ProService не выплатил сотрудникам аванс в полном размере. Это было, говорят в компании, но с персоналом уже расплатились, правда, с небольшим опозданием. В соцсетях пишут и о том, что якобы 26 января состоится новый тендер по выбору школьного кормильца. И вот на этом мы остановимся подробнее. Тему продолжит Анна Томилина. С 1 февраля организации питания в норильских школах займется новое предприятие. С этих слов начинается очередная публикация в одной из социальных сетей. Это тезис под вопросом. Там же пишут, 26 января состоится новый тендер. А вот это уже правда, только не тендер, а конкурс. ProService Таймир участвовать в нем собирается и вряд ли проиграет. Потому что, по словам руководства конкурентов с аналогичным штатом поваров, уборщиц посудомоек всего около 300 человек в городе просто нет. Школьника фирма кормит уже три года. Правда, в прошлом ноябре забрать хлеб у нее пыталось другое предприятие. Аукцион выиграла. Вот только к работе так и не приступила. В итоге все 42 школы города продолжил обслуживать уже привычный оператор. С каждой пришлось ежемесячно заключать отдельный договор. Естественно, люди, которые принимают участие в таких конкурсах, тендерах и аукционах, должны отдавать себе отчет о том, что на них ложится, помимо финансовых вопросов, очень большая социальная ответственность. Тот аукцион, который был проведен до этого, в начале зимы, он несколько не соответствует критериям. То есть компания, которая заявилась, она не обладала ни одним из высших чисел ресурсов. Поэтому тот конкурс, который сейчас проводится, это как раз отголосок того аукциона. А вот что сообщили нам городские власти. На прошлой неделе в социальных сетях появилась информация о банкротстве компании ProServiceTaiMir, а значит невозможности выполнения ими своих обязательств. Однако никаких сбоев в организации питания в школах нет. С 9 января и по сегодняшний день дети продолжают получать питание. Опасений, что у подрядчика возникнут проблемы с выполнением обязательств, в управлении образования нет. В настоящее время ведется работа по совершенствованию процесса оплаты школьного питания. С 9 января во всех школах Норильска внедрена электронная система оплаты питания. Но охват учеников пока везде разный. Вопросов у родителей по-прежнему много. Пока способа оплаты два через мобильное приложение, банка и терминалы. До нынешнего времени никаких радикальных мер не предпринимается. Часть родителей продолжает вносить деньги наличными средствами. Мы постоянно с управлением образованием отрабатываем, как это будет система работать. Будет ли возможность у родителей помимо банка вносить деньги на расчетный счет ребенка. Кстати, нет денег, нет еды. Кормить долг никого не будут. Такого понятия, как отрицательный баланс, просто нет. Все нюансы новой схемы оплаты родителям готовы пояснить в колл-центре. Его номер на экране. А эту тему мы еще продолжим в следующих выпусках. Анатолий Ленар, Артем Смирнов и Геннадий Зверев. Новости Северного города. У кого-то средства замораживают, а кому-то напротив выдают. Стала известна сумма ежемесячных выплат за рождение или усыновление первого ребенка. В Норильске она составит 16 135 рублей. Напомню, с 1 января заработал закон о господдержке семей, у которых с этого года появился или появится первенец. Выплачивать деньги будут до достижения ребенком полутора лет. Однако рассчитывать на них могут только малоимущие и неблагополучные слои населения. Впрочем, это не единственные стимулирующие выплаты, запланированные государством. За второго ребенка можно также получать ежемесячные выплаты. Но за ними нужно обращаться уже не в соцполитику, а в пенсионный фонд. Так как эти средства входят в сумму материнского капитала. Действие данного закона распространяется не на всех владельцев сертификата, а только у кого родился или усыновили второго ребенка в 2018 году. Данная выплата устанавливается на срок до полутора летнего возраста исполнения второго ребенка. Заявление можно подавать в любое время до исполнения полутора летнего возраста ребенку, но с определенными условиями. Если заявление было подано до исполнения шестимесячного возраста ребенка, назначается выплата со дня рождения. Если после исполнения шестимесячного возраста, то со дня подачи заявлений. На эту поддержку также могут рассчитывать только семьи, чей доход не превышает полутора региональных прожиточных минимумов. В Норильске размер выплат на второго ребенка составит 12 тысяч рублей. Новые стимулирующие, по сути, это не господдержка в чистом виде, а вычет из уже существующей. Впрочем, законотворцы называют это расширением программы мат-капитала. Если раньше сертификат можно было использовать только на решение жилищных проблем, получение образования детьми или увеличение пенсии матери, то теперь расходовый деньги разрешено и на другие нужды. Например, с этого года их можно также потратить на оплату услуг няни, которая будет ухаживать за вторым ребенком. Но она обязательно должна иметь лицензию на образовательную деятельность. Программу материнского капитала продлили до 2021 года. Сегодня его сумма равна 453 тысячам. А вот Толландская управляющая компания «Северный быт» устроила обмен долгов на подарки. Необычную акцию придумали для должников. Тем, кто в декабре долги погасил, простили накопившиеся пени. Кто-то даже на этом сэкономил сотни тысяч рублей. А тот, кто к ворплату вносит исправно, стал участником лотереи. Мы вас поздравляем, вы выиграли чайник. Подъезжайте на Игарскую 18 и забирайте его. Так, Игарскую 18? Да, да, в РКЦ. Одну минуточку, я запишу эту. Внеси предоплату, получи приз. В необычной лотерее от управляющей компании «Северного быта» участвовали 700 человек. Для коммунальников розыгрыш стал отличной возможностью привлечь средства. А для жителей Толнаха шансом получить еще один новогодний подарок. В связи с тем, что очень многие у нас люди платят аванс за жилищно-коммунальные услуги. Если человек оплатил аванс за декабрь 2017 года, он может участвовать в розыгрыше призов. Призы у нас были бытовая техника для дома. Каждого Толнахчана, я думаю, это хороший приз. И лотерея удалась. Сумма предоплаты превысила 6,5 миллионов рублей. А всего разыграли 10 призов. Одну из победительниц, Юлию, мы застали на ее рабочем месте, в салоне красоты. Она часто платит вперед. И утюг от управляющей компании за такую добросовестность стал приятным сюрпризом. «Про акцию не знала. Когда оплачивала, мне сказали, вот есть акция, купончики опустить». Интересная идея. На самом деле, допустим, пришла в свой салон девочкам, рассказала, сечет утюг и где, что. Что у нас ЖЭК теперь уже дает подарки. То есть девочка, я говорю, вперед оплатила. Теперь коммунальники думают о том, как бы розыгрыш повторить. Кроме лотерей, для активных платильщиков нашли в Северном Бытии способ привлечь должников. Тех, чей долг превысил 70 тысяч рублей, пригласили поучаствовать в акции по списанию пени. Эта идея очень понравилась горожанам. Они заплатили только за декабрь долгов более чем на 5,5 миллионов рублей. Пени списали на 2 миллиона рублей. Для тех, кто старается платить регулярно, при вынужденных задержках пени обычно составляют считанные рубли. Однако при долге в 500 тысяч пени может набежать и 200 тысяч. Это уже серьезная сумма, которую теперь кто-то сэкономил благодаря акции. Но стоит отметить, что списание пени не обязанность, а право ЖЭКа. Так что платить по счетам лучше вовремя, а не ждать новогоднего чуда. Анастасия Гринько, Геннадий Зверев, новости Северного города. Далее о происшествиях. Когда ума палата на днях норильские школьники повредили платежный терминал в тамборе одного из магазинов. И не только сняли это на телефон, но еще и выложили видео в сеть в надежде собрать побольше лайков. Но среди тех, кто оценил это видео, оказались сотрудники полиции. Служители правопорядка установили личности малолетних вандалов. Их родителям пришлось возмещать причиненный ущерб. Ну а подростки теперь находятся на учете в полиции. Стоит отметить, что подростки сами выложили видео, которое зафиксировало их противоправные действия в сеть. Один из них, то есть снимал это видео их знакомый 18 лет. В сеть оно попало из аккаунта одного из них. Потом они удалили видео, но тем не менее оно уже к этому моменту получило распространение в более популярных пабликах. А вот дело героя нашего следующего материала в массы не вышло. Зато запомнился всем участникам судебного процесса, как из ряда вон выходящие. Началось оно с того, что один из постояльцев Норильской колонии обиделся, когда его во время личной проверки попросили снять нижнее белье. Подробности далее. Изнасилование, насильственные действия сексуального характера, вовлечение несовершеннолетнего в преступления, кража, а также насильственные действия против лиц, осуществляющих правосудие. Все это уже есть в послужном списке человека, чье дело на сей раз рассматривалось в суде. По совокупности этих преступлений в 2013 году он был осужден и отправлен на долгие 10 лет в заключение. Но летом этого года, уже отбывая наказание во время личного досмотра, он напал на сотрудника колонии. Началось все с рутинной проверки. Было обнаружено в блокноте одно лезвие для безопасной милиции, что непосредственно дало основание полагать, что у цели осужденных могут находиться запрещенные предметы. Чтобы удостовериться, что других опасных предметов нигде не спрятано, сотрудник колонии провел полный обыск, в том числе и самого подсудимого. В ходе проведения полного обыска потребовалось осужденного передать для досмотра трусы, на что не желавший выполнять законные требования, что самостоятельно не передать для досмотра трусы, так как это умаляет, что была применена физическая сила, в ходе применения которой с последнего были сняты досмотры трусы, которые после досмотра были возвращены в ответ из личных неприятных отношений. Бросил умышленную наносу руку и один удар в угол справа глаза. С предъявленным обвинением подсудимый не согласился. Основным доказательством в этом уголовном деле, заявил он в суде, являются записи видеорегистраторов, которые помогут пролить свет на все детали происшествия. Подсудимый же заявил, что суду предоставлены не все видеофайлы. По мнению гособвинения, такая выходка заключенного попадает под санкции еще одной статьи уголовного кодекса. Это дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. О самом заключенном известно. Он уроженец Каспийска. У него есть маленький сын, который сегодня проживает с родственниками. И, вероятно, своего отца увидит не скоро. Ведь к основному сроку заключенного за совершенное им нападение может добавиться еще от 5 до 12 лет. Михаил Чернов, Геннадий Зверев. Новости северного города. В субботу страна отметила день российской печати. Первое издание появилось на Руси 300 с лишним лет назад. А до начала 18 века русскоязычной печатной прессы в России попросту не было. Сейчас же зарегистрировано более 83 тысяч средств массовой информации. Наибольшая доля приходится на журналы. А вот в каком виде предпочитают их читать на речане, выяснял Михаил Чернов. В век информационных технологий все больше россиян предпочитают электронные средства массовой информации. Это подтверждает и статистика Всероссийского центра изучения общественного мнения. Еще несколько лет назад печатные издания предпочитали 77% жителей страны. Сегодня уже 55%. И хотя большинство россиян еще пока не готовы отказаться от печатных изданий, в обозримом будущем картина может измениться. Сегодня каждый пятый гражданин готов перейти на электронные газеты и журналы. А где все самое интересное узнают на речане. Какие вы смыслы почитаете? Печатные или электронные вообще? Электронные. А почему электронные? Ну не знаю, на работе много очень, приходится за компьютером сидеть, и поэтому мне так удобнее, проще. Быстро всегда под рукой. Всегда можно открыть телефон, посмотреть любую информацию. Как вы думаете, у печатных изданий в ближайшем будущем есть предпочитательные, что есть издания, если нет, а не дочек? Ну мне кажется, наверное, нет. Потому что, ну, все-таки, чем проще информацию добыть, тем, наверное, проще будет людям в будущем. Говорите, а в печатных изданий в ближайшем будущем есть перспективы? Или они уже потихоньку? Я думаю, что потихоньку уже все, уже исчезают. Так что, я думаю, и не будет в дальнейшем их. А мне кажется, намного лучше все равно с бумагой перспективы есть. Все равно, допустим, даже ты в самолете летишь где-то в поездке, лучше достал журнал, почитал, что хотел, вычитал, все убрал, положил. Чем электронные. В Норильске станет на одну достопримечательность больше. В рамках проекта полуарт-резиденция известный пермский уличный художник планирует создать в нашем городе художественную композицию «Тепло внутри». Где появятся произведения и как оно будет выглядеть, пока держится в секрете. Все подробности у Егора Тулновского. Очень понравилось, что здесь много заброшенных вновь. Это без труда раздумения, такой старающий. Забавится, что рисуешь, чем хочешь. У нас, как говорил, был один Есенин, и то его сейчас есть. Остальные заброшки, они находятся так, что их никто не видит. Там, где одни видят заброшенные здания, Александр Женёв видит чистый холст. И по мнению пермского стрит-арт-художника, при желании наш город можно превратить в настоящую картинную галереи под открытым небом. Именно этим художник и занимается в Перми, придает городу красок. Есть у него и глобальные проекты, как, например, гигантский портрет Есенина на стене заброшенного здания. А есть и такие, как этот электрощит, выкрашенный под популярного мультперсонажа. Правда, его уже несколько раз закрашивали пермские коммунальники. А народ уже в том времени полюбил спанч-боба и, ну, как-то возмутился, и они решили организовать флешмоб. Ну, есть у нас там команда флешмобников, они нарисовали баннеры, чтобы, типа, верните нас, спанч-боба. Каждый, кто, во что-то раз, собрались и устроили такой пикет. В результате уже сами городские власти попросили восстановить граффити, и Александр вернул городу губку в квадратных штанах. В Норильске Александр Жунёв собирается работать над созданием картины в весьма необычном стиле, так называемой пиксельной графикой. В данном направлении в качестве холста используется стекло или сетка рабица, а вместо кистей красок вот такая вот цветная изолента или скотч. В результате могут получиться как и довольно простые рисунки, так и настоящие произведения искусства, будь то портреты или репродукции картин известных художников. Эту технику Александр использует несколько лет, и она уже стала его любимой. Подобные картины художник в основном создает на открытом воздухе. Идеально для пиксельной графики подходят заборы спортивных площадок. Ну, а самой известной работой для Жунёва стал гигантский портрет из листьев солиста группы ДДТ Юрия Шевчука. За эту работу Шевчук лично поблагодарил художника, когда оказался в Перми. В Норильске Жунёв планируют создать картину на стекле одного из домов, где и какую именно, пока держат в секрете. На проект у гостя уйдет три недели. Егор Туновский, Александр Вори, новости северного города. Днем в городе облачно, кратковременный снег, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура в Норильске минус 30, минус 33, дудинки минус 31, минус 34. О возрождении практик советских времен. Федеральные власти в последнее время говорят всё чаще. Вот и министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской предложил вновь вернуть школьникам возможность собирать ту же макулатуру. Вообще в нашей стране довольно много тех, кто об СССР вспоминает с ностальгией. Таких, по данным Левада-центра, в нашей стране около 60%. Больше всего ностальгируют малообразованные люди, пожилые и живущие на периферии, в малых городах и в селе. Это такая зона хронической депрессии, бедности. У людей здесь нет собственных ресурсов, чтобы выйти из этого состояния. Поэтому они страдают от отсутствия социальной политики, которая была в советское время. Но не стоит забывать, что вместе с неплохой социалкой в Советском Союзе были и бедность, и дефицит. Хотя Север в те времена был местом действительно привлекательным. Так почему же советскому скучают рельщане и какие традиции былой эпохи они хотели бы возродить? Надёжность. Мы в то время верили в светлое будущее всего человечества и считали, что всё стабильно, всё надёжно. На праздники ходили на демонстрации все. Я как-то не особо поклонница была советских традиций. Я устранила их то, что имеется. По Новому году почему-то скучаю. Было интересней. А что было так приятнее? Не знаю, даже в семье было более посеменнее. Сосед соседа хоть знал, а сейчас даже сосед соседа не знает. Вот это всё форма, учёба. Ну, менталитет вообще был другой. Воспитание. Потому что мы и старших уважали всегда. Раньше мы как-то были уверены в своём будущем. А сейчас вот даже вот мы, старики, говорят, страдаем. А будущем нашим, ну как, детям вот уже сейчас работы нет. Вот раньше продукты были совсем не те, как сейчас. Стабильности нет. Разве есть сейчас стабильность? Наш вопрос показал, что большинство анрильчан, которым уже за 40 по Советскому Союзу, действительно скучают. Им-то как раз и не хватает уверенности в завтрашнем дне, которую они ощущали при СССР. Но если вдуматься, была ли в той стабильности свобода выбора? Работа по распределению ассортимента в магазинах. Ноль за народ всё решало государство. По мнению политологов, привычка перекладывать груз ответственности с себя на него у россиян до сих пор осталось. Но те же эксперты считают, что это пройдёт. Для того, чтобы изменилось человеческое поведение, чтобы изменились стереотипы и желания, много времени не надо. Неважно, куда направлены эти изменения. Но для того, чтобы появился принципиально иной тип реакции, как минимум два поколения должны прожить в новых условиях. Получается, принципиально иначе начнут мыслить только наши внуки. И это непременно случится, думает большинство политологов. Потому что, как бы ни хотелось, в Советский Союз туда муж точно не вернёмся. Продолжение следует...